Наука о человеке, его сознании, языке и культуре. Какая она сегодня? Как улучшить условия людям с расстройствами аутистического спектра? Об этом и другом поговорили в Казанском федеральном университете. Цифровые технологии и как их применять в жизни? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Ралина Халимова. Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги 2023 года. В этом году большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства решили совместить. В течение дня прозвучали актуальные вопросы как от рядовых граждан, так и от аккредитованных представителей отечественных и зарубежных СМИ. Традиционные темы, социальные проблемы и достижения и показатели экономического развития. В Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялось торжественное открытие Международной научной конференции «Современная лингвистика. Ключ к диалогу» в рамках Казанского международного лингвистического саммита KILS 2023. О том, как оно прошло, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. С 30 ноября по 17 декабря 2023 года на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета проходит 4-й Казанский международный лингвистический саммит. В прошлом году на саммит официально зарегистрировались почти 1600 участников из 65 городов России и 18 стран мира, включая страны СНГ, Индию, Италию, Израиль, Китай, Францию, США и многие другие. В рамках него проводится ряд крупных мероприятий. 14 декабря на торжественном открытии конференции перед участниками выступил советник президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Владимир Толстой. Он отметил, что вклад Казанского федерального университета в развитие лингвистики не только в России, но и за ее пределами очень ценен и важен. А главным показателем значимости стало огромное количество поданных заявок на участие в этом саммите. Более 800. Я очень ценю усилия Казанского федерального университета, который стал действительно одним из важнейших лингвистических центров не только России, но и международного уровня. Об этом говорят и количество участников вот этой конференции. 800 человек там подали заявки на участие из 20 с лишним стран. Широкое присутствие и очень высокий профессиональный уровень. Поэтому я всегда стараюсь откликаться на приглашение своих уже многолетних друзей из Казанского федерального университета. И вот сегодня я здесь с вами. В рамках саммита также состоялось множество тематических сессий, в частности русский язык и методика его преподавания, татарский и другие тюркские языки в поликультурном мире и круглый стол, посвященный педагогическим инновациям в преподавании лингвистических дисциплин. На мероприятии присутствовал президент Казанского федерального университета Рияс Минзарипов, который отметил важность проведения подобных саммитов не только на российском уровне, но и за пределами страны. Конец мероприятия ознаменовали выступления редакторов научных журналов, которые смогли внести в свою лепту существующие понятия о лингвистике. Сразу следом церемонии награждения победителей седьмой всероссийской научной конференции конкурса учащихся имени Льва Толстого, Всероссийского детско-юношеского фестиваля народного творчества Мелиха Зине и Приволжского молодежного фестиваля народного творчества национальное достояние 2023. В качестве партнеров саммита выступают Министерство образования и науки Республики Татарстан, Российское общество преподавателей русского языка и литературы, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Ассоциация учителей русского языка и литературы Российской Федерации и Национальная ассоциация преподавателей английского языка России. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости. 14 декабря в Институте психологии и образования Казанского федерального университета началась вторая всероссийская научная конференция «Аутизм. Мы вместе!», приуроченная к объединению научного сообщества и педагогических организаций для решения проблем и вопросов по улучшению качества жизни и условий для людей с расстройствами аутистического спектра. Подробнее расскажет наш корреспондент. Аутизм. Расстройство психики, которое имеет широкий спектр и у каждого ребенка проявляется по-разному. Это состояние влияет на жесты, движения, речи и реакции. Не все дети, больные аутизмом, имеют какие-то физические признаки этого. У большинства он начинает проявляться в возрасте от года до двух лет. Во многих странах мира проводятся мероприятия, конференции и просто встречи, направленные на поддержку детей с расстройствами аутистического спектра и их близких. Россия, конечно, не исключение. Так, при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, Центра психолога, педагогической реабилитации и коррекции Росток и научно-исследовательской лаборатории «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра КФО» прошла вторая Всероссийская конференция «Аутизм. Мы вместе». Организаторами выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Казанский федеральный университет и специальный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе». Ключевой темой стал вопрос о перспективах и особенностях развития практик, социализации и интеграции детей с рас. «Вообще, в принципе, сегодня работа с людьми с ментальными нарушениями, она очень широко обсуждается на всех уровнях, и на федеральном, и на региональных уровнях, принимаются различные программы, но я по опыту своей работы вижу, что люди, еще родители, они мало информатизированы о том, что же может получить семья, где растет такой особенный ребенок и куда он может обратиться за помощью». 14 декабря, в день старта конференции, перед ее участниками выступил проректор по внешним связям КФУ и сопредседатель оргкомитета Тимирхан Альшев, который отметил особую важность работы ВОЗа над созданием комфортной и доступной среды для людей, страдающих нарушением нейропсихического развития. Ключевыми целями встречи коллег стали установление профессиональных контактов, обмен результатами научных исследований и практического опыта в сфере психолого-педагогической и медицинской поддержки детей с аутизмом и их семей, а также расширение возможности межведомственного взаимодействия систем образования, здравоохранения, общественных, государственных и коммерческих организаций. «Наша основная задача, безусловно, приносить пользу, вносить свой вклад в развитие детей здесь, в Республике Датарстан, работать с детскими садами. Очень приятно, что сегодня в аудитории большое количество у нас и заведующих, и воспитателей, и тьютеров, которые по всей дне сталкиваются с проблематикой. Я уверен, что в рамках конференции будут обсуждены основные вопросы, будут представлены наши наработки детского сада». Такие встречи становятся идеальным пространством для диалога между учеными, практиками, представителями исполнительной власти и родителями детей с расстройствами аутистического спектра. В рамках пленарного заседания были подняты актуальные научные вопросы об атеологии, патогенезе и патогенезе, эпидемиологии, ключевых клиникопсихологических и психолого-педагогических особенностях детей с этим заболеванием. В дополнение обсудили разработку пути решения взаимодействия коррекционных и инклюзивных моделей образования для детей с иным видением мира. «Конечно же, проблема – это не только Республика Датарстан в работе с детьми, но и Привожского федерального округа, и, наверное, всей Российской Федерации, потому что количество детей с аутистическим спектром растет, количество дошкольных общеобразовательных учреждений не в той мере достаточно. И вот эти предложения, которые поступают и в рамках конференции, сегодня очень актуально собралась вся Республика и Россия подключаются». «На сегодняшний день в Республике более 30 тысяч детей с различными видами нозологий. То есть они отступают от норм поведенческих, педагогических, психологических и, увы, физиологических. И этих детей настолько много, что необходимо новое направление в здравоохранении, в образовании, в психологии, в педагогике для того, чтобы понять, как их сопровождать». В течение нескольких дней активно будут работать четыре секции в формате пленарных заседаний, мастер-классов, где родители и педагогов обучат психолого-педагогическим технологиям в практической работе с особенными детьми. Будут обсуждаться важнейшие проблемы улучшения условий социальной мобильности детей с расстройством аутистического спектра. Работа секции направлена на поддержку и сопровождение семей, где воспитывается ребенок с нарушением нейропсихического развития. Местом проведения станет специальный детский сад «Мы вместе». «Что действительно, мероприятие очень важно в контексте того научного направления образовательного, которое развивает наш университет. Значит, у нас работает детский сад, в институте психологии образования действует соответствующая лаборатория, которая финансируется за рамки программы «Приоритет-2030». Детский сад получает большую поддержку от Республики Татарстана. Является одним из методических центров для детских садов Республики Татарстан, в которых обучаются, воспитываются дети с расстройством аутистического спектра. Сегодня 50 детей в детском саду и 70 семей находятся на сопровождении». Педагоги и психологи со всей Республики изучат современные методы подготовки детей с расстройством аутистического спектра к обучению в общеобразовательных учреждениях, а также стратегии воспитания детей с нарушением нейропсихического развития. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Никита Киншин, Универ Новости. В Казанском федеральном университете стартовал КФУ Digital Day – мероприятие для студентов, посвященное цифровым технологиям и их применению в различных отраслях. 19 спикеров-практиков, 26 часов выступления, метапы и панельные дискуссии – это новый шаг сотрудничеству студентов и востребованных специалистов в сфере IT, а также возможность получить новую квалификацию даже тем, кто не связан с ней. Подробнее узнаете в сюжете. С 2022 года реализуется проект «Цифровые кафедры Казанского федерального университета», направленный на получение студентами цифровых компетенций в области создания алгоритмов и разработки программ. Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования РФ. По итогам обучения студенты получают вторую квалификацию в сфере IT, дополнительной квалификации по знания и навыки, применимые на практике. В рамках проекта прошел КФУ «Диджитал Дэй» – мероприятие для студентов, посвященное цифровым технологиям и их применению в различных отраслях. Проект реализован в ключе того, чтобы наши студенты, неважно на каком направлении обучения они обучаются, какую специальность или профессию получают, получили цифровые компетенции. Цифровая грамотность – это новая грамотность нашего времени, это требование, которое нужно в любой сфере, и чтобы реализоваться как успешного специалиста, ты должен оправдать цифровыми компетенциями. Чтобы дать возможность студентам стать востребованными специалистами на рынке труда, реализовать себя в трудовой деятельности и построить успешную карьеру, запущен формат федерального проекта, который называется «Цифровые кафедры». Он реализуется в лучших вузах нашей страны. Федеральный университет Казанский федеральный, конечно, участвует в этом проекте. Мероприятие стартовало с панельной дискуссии в шоуруме Высшей школы журналистики Казанского федерального университета, где HR-специалисты IT-компании рассказали о новом ландшафте рынка IT-кадров. В рамках встречи студенты узнали, что сейчас в приоритете у востребованных IT-специалистов, какие софт- и хард-компетенции актуальны о карьерных перспективах в IT-отрасли. Прежде всего, это точка встречи индустрии и наших студентов. И вот в шоуруме мы стартуем с первых важных вопросов для студентов, а как вообще устроиться в IT-сферу, а что для этого нужно сделать, а как пройти собеседование, как написать резюме. Ведь по факту трудоустройство в IT-сферу принципиальным образом отличается от большинства привычных сфер, на которых студенты учатся на основном своем образовании. И вот мы стартуем с этого массового мероприятия. А после этого у нас предполагается 15 мастер-классов по профилю каждой образовательной программы с ведущими спикерами на сегодняшний день от индустрии. И важно отметить, что мастер-классы, они будут на стыке предметной отрасли основного образования, например, юриспруденция, лингвистика, медицина и IT-компоненты. То есть это не просто рассказать о том, как стать программистом, тест-тестировщиком. Нет, это какие компетенции IT-сферы необходимы в вашем основном предметном поле, чтобы вы стали более квалифицированным специалистом, а экономика страны могла развиваться более быстрыми темпами. В Институте управления экономикой и финансов эксперт CRM, директор по развитию телеканала «Про бизнес», автор и телеведущий программ «Азбука CRM», «Айти для бизнеса» и других, Алексей Кудинов рассказал, что такое CRM и зачем это бизнесу. Вместе со студентами разбирались в самой эффективной методике управления коллективом и работы с клиентами. В целом, получая образование в федеральном университете по своей специальности, нужно всегда смотреть, какие инструменты в бизнесе по этой специальности используются. Потому что можно прийти с красным дипломом, с кучей учебников, с основными посылами в голове, ты понимаешь индустрии, ты понимаешь основные, основополагающие методики, экономические и так далее, управленческие. Но нужны пассатижи и отвертка для того, чтобы делать. Вот такие пассатижи и отвертка, которые для электрика инструментом являются, для руководителя, для экономиста, это ERP-системы, CRM-системы, BI-системы. То есть тот пул бизнес-решений, который используется от маленького стартапа до большой корпорации. Весь день участники проекта КФУ Digital Day узнавали о самых актуальных цифровых технологиях и слушали лекции от ведущих специалистов в сфере IT. Такие мероприятия помогают не только узнать о специфике интересной сферы, но и попробовать стать ее непосредственным работником. Кристина Отекина, Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универд Новости. На этом все. В студии была Ралина Халимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова